Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые коллеги! В сфере интересов крупного бизнеса, а поговорили бы и по более широкой проблематике. От решения задач в сфере, в которой складываются отношения между государством и бизнесом, между средним и малым бизнесом, складывается бизнес-среда. Мы в прошлый раз остановились на нескольких проблемах и, прежде всего, обсуждали вопросы, связанные с налогообложением. Сегодня предлагаю тоже об этом поговорить. Вы знаете, что по тем вопросам, которые мы обсуждали в прошлом году, были даны соответствующие поручения. И кое-что, я могу так аккуратно сказать, а если представитель правительства подтвердит, даже не кое-что, а очень многое из того, о чем мы говорили, находится в продвинутом состоянии. Во всяком случае, реакция государства, правительства по этим вопросам очевидна. Вы это знаете. Сегодня на повестке дня стоят в сфере налогообложения несколько проблем. Одна из них беспокоит, волнует, уверен, многих из присутствующих здесь в зале. Это, прежде всего, налог на добычу полезных ископаемых. Насколько мне известно, вариант главы соответствующей налогового кодекса, который регулирует данную сферу отношений, в целом поддерживается бизнес-сообществом. Я знаю, что на этот счет есть определенная беспокоенность в отдельных регионах, прежде всего в добывающих регионах. Но совместно с вашими экспертами правительство, Министерство экономики сейчас формулирует ряд предложений, которые заключаются в том, чтобы выйти на определенную пропорцию разделения этих налогов, которые должны оставаться в регионе, либо идти в федеральный бюджет, конечно, со значительным перевесом в пользу федерального бюджета. Но мы понимаем, что есть определенные проблемы в регионах и готовы тоже на это посмотреть по-серьезному, учесть интересы регионов. Разумеется, было бы правильно, наверное, если бы это было зафиксировано в бюджетном кодексе, либо, что лучше, на мой взгляд, в законе о бюджете, или в законах о бюджете, если говорить о будущем. В целом, межбюджетное отношение мы будем обсуждать в июне на президиуме Госсовета. Думаю, что для присутствующих здесь эта проблема также представляет определенный интерес, и если соответствующие соображения у вас по этим вопросам есть, мы с удовольствием выслушаем и обменяемся с вами мнениями по этим проблемам. Возвращаясь к темам январской встречи, хотел бы несколько слов сказать о либерализации валютного законодательства. Должен честно признаться, вопросы эти, на мой взгляд, являются принципиальными, но двигаются достаточно медленно. Вы знаете, что после нашей последней встречи возникли некоторые поручения подготовить соответствующие предложения. К концу июня текущего года правительство и Центральный банк должны подготовить по этому вопросу проект изменений в законодательстве. Призываю вас тоже к активному обсуждению этой темы и исхожу из того, что без решения этих вопросов многие другие проблемы либерализации экономики вряд ли будут эффективными. Здесь у нас с вами, я знаю, почти полное совпадение взглядов. Вопрос в том, чтобы сформулировать, очень точно сформулировать те конкретные шаги, которые мы вместе с правительством, вместе с Центральным банком должны сделать, исходя из принципа «не навредить», конечно. Но хочу сразу же подчеркнуть, что отходить от намерения либерализовать и эту сферу, постепенно, повторяю, не нанося ущерба экономике в целом, мы намерены и по этому пути будем делиться дальше. Есть еще один вопрос, который стоит обсудить, и знаю, очень многих это волнует, и волнует справедливо. Это условия вступления России во всемирную торговую организацию. Условия и темпы. Причем у представителей бизнеса разные на этот счет точки зрения, и это понятно, потому что от того, как и в какие сроки мы это будем делать, это будет отражаться на отдельных секторах экономики, которые вы представляете. Повторяю, у нас короткая встреча. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы она была более предметной, может быть, покороче, чем в прошлый раз. Но хочу еще раз сказать, что если кроме тех вопросов, кроме того круга, который я сейчас обозначил, есть еще проблемы, которые вас интересуют, и вы считаете их первостепенно важными, то, пожалуйста, и я, и представитель правительства, и руководитель администрации, мы все готовы не только выслушать, но и активно подискутировать на любую тему. Ну и, наконец, в завершение я бы хотел вам представить Алексея Борисовича Миллера, который вчера назначен Советом директоров на должность руководителя «Газпрома». И не случайно здесь присутствует Рэм Иванович, потому что он в команде остается, будет работать. Надеюсь, еще раз повторяю, так же, как я сказал вчера, что получится очень хороший тандем между человеком достаточно молодым, энергичным и современным, и опытным Рэм Ивановичем. Знаю, что, ну, то есть не знаю, мы все это хорошо знаем от того, как работает, насколько эффективно работает «Газпром», многое зависит для всей экономики страны, для тех отраслей, которые вы представляете. Это то, что я хотел бы сказать вначале. Да, и вот Михаил Михайлович подсказывает, вчера председатель правительства вышел с инициативой, и сегодня я подписал указ о награждении Рэма Ивановича Вяхерева орденом за заслуги перед Отечеством. Иванович, эта награда абсолютно заслужена, она не к юбилею, не к дню рождения, просто за определенный этап вашей жизни и работает на благо государства. И достаточно эффективный этап и для вас, и для страны. Я вас хочу поблагодарить искренне и поздравить. Всего вам самого доброго.